Здравствуйте! В эфире телеканал АРИС Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Председатель Госкомитета Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству Ильяс Муниров провел личный прием граждан в Кумертау. Обратиться к нему горожане могли в четверг, 28 июля. Наша съемочная группа фиксировала происходящее. Накануне в городской администрации состоялся личный прием граждан председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по транспортному и дорожному хозяйству Ильясом Мунировым. Основной целью подобных мероприятий является выявление реакции населения на работу власти, выяснение проблем, требующих решения. В целом по городу в этом году дополнительно вот сейчас еще деньги выделены. Отдельно будут улицы, будут делаться уже не как ямочным ремонтом, вот как весной сделали, а будут делаться сплошную. Вот эту работу сейчас организуют. Вы совершенно правильно сказали о том, что зима очень тяжелая для города Кумертау. Очень тяжелая, да. Поэтому я сейчас, мы проведем совещание, сколько необходимо будет техники разберем и что нужно для того, чтобы по крайней мере в зимнее время коммунальные службы могли нормативно содержать дороги, как должны быть. Были обсуждены темы ремонта дорог и определены улицы, наиболее нуждающиеся в реконструкции. В течение месяцев, август-сентябрь, запланировано отремонтировать более 10 километров дорог в Кумертал. Также на встрече рассмотрели вопросы оформления собственности городских имущественных комплексов. В соответствии с 220-м федеральным законом маршрутной карты город выдал, то есть транспортное обеспечение в надлежащем состоянии. Сегодня мы обсудили вопросы по автовокзалу, там есть еще моменты, над которыми надо работать. Поэтому с администрацией города совместно будем эти вопросы уже решать, чтобы у нас потом не получилось так, что с автовокзала не будет движения по межмуниципальным маршрутам. После завершения приема Ильяс Муниров выслушал доклады присутствующих руководителей по вопросам, связанным с работой дорожно-транспортных служб. На совещании определили участки дорог, на которых будет сделан сплошной ремонт этим летом. Это центральные перекрестки города, путепроводы Пушкина, 60 лет БССР, а также частично улицы Шоссейная и Вокзальная. Конечно же, город чистый, и коммунальные службы работают, дорожные службы тоже работают. Но единственное, вот надо сейчас уже поработать по сплошному ремонту. На ремонт кумертовских школ и детских садов выделено 4 миллиона 900 тысяч рублей из-за республиканского бюджета. Однако основные средства поступают из муниципального. На эти средства планируется отремонтировать мягкую кровлю в 6 и 10 школах, а также в детских садах номер 7 и номер 24. Завершатся эти работы в конце августа. Что еще запланировали отремонтировать этим летом и какие работы уже проведены, об этом нашему корреспонденту рассказали в Управлении образования. В нашем городе на средства муниципального бюджета планируется провести ремонт крыш, мягкой кровли в 6 и 10 школах. В этом году будет полностью обновлено ограждение в 30 детском саду «Журавушка» и частично в 3 школе. А в 18 детском саду будет проведен ремонт канализации. Кроме того, городской мэрией были выделены средства на приобретение спортивного инвентаря для образовательных учреждений и для текущего ремонта обновления оконных блоков во многих дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Прежде всего, это детские сады, 9 сад, вот сейчас уже закончились там работы, это 17 сад, 25 сад, это 24 сад, где старые оконные блоки заменены на новые. Кроме того, это школы, это 10 школа, где заменили часть оконных блоков и 9 школа. Вот основная часть оконных блоков меняется в 9 школе. В 9 школе планируется заменить более 60% всех оконных блоков к середине августа. На сегодняшний день производится демонтаж и оштукатуривание оконных проемов на втором этаже учебного заведения. Основное условие предварительной подготовки перед установкой стеклопакетов – тщательная очистка от пыли, мусора и остатков краски проемов после удаления старых окон. Это является залогом надежной и долгосрочной службы новых оконных блоков. Ремонт на втором этаже практически завершен. Остались только уборочные работы. В общей сложности подлежали замене на данный момент 94 оконных проема. Работа осуществляется интенсивно. Бригады работают как монтажники, так и демонтажники параллельно. То есть качество работы в данный момент пока удовлетворено. Кроме финансирования ремонтных работ городской мэрии, из республиканского бюджета было выделено 4 миллиона 900 тысяч рублей для проведения необходимых плановых обновлений и реконструкций в школах и детсадах. На сегодняшний день многие дошкольные образовательные учреждения практически готовы к новому учебному году. Все плановые ремонтные работы подходят к успешному завершению. Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.